Дмитрий Сергеевич Негорожин 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 Это избиркоммо.ру, это вестник избирательной комиссии Московской области. Там вся подробнейшая информация о выборах, об этих и предстоящих, других выборах на территории всей Московской области. Сколько будет бюллетеней? Бюллетень будет один, потому что у нас единый избирательный округ. Но на разных участках форма бюллетеня может быть разная. Это зависит от того, используются комплексы обработки избирательных бюллетеней или не используются автоматически. Там, где используется автоматический комплекс обработки избирательных бюллетеней, где будет электронное голосование, бюллетень будет иметь чуть-чуть другую форму. Но кандидаты и вся информация о кандидатах будет одинаковая. Расскажите о каких-то знаках отличия этих бюллетеней. На что надо обратить внимание? Значит, бюллетень для комплексов обработки избирательных бюллетеней, он монохромный, там черный текст на белом фоне. Вверху, как всегда, стоит печать избирательной комиссии участковой, она тоже немножко отличается по внешнему виду, и две подписи членов участковой избирательной комиссии. Все бюллетени, независимо от того, какое голосование проходит, должны быть так именно заверены. Если вы увидите, что нет печати или не стоит две подписи членов комиссии, то, значит, что-то не так, ну, вряд ли неправильный бюллетень вам выдаст член участковой комиссии. Дмитрий Сергеевич, я предоставляю вам слово для обращения к жителям Ленинского района. Я, как представитель территориальной избирательной комиссии, приглашаю всех жителей Ленинского района принять участие в голосовании и выбрать главу нашего Ленинского района. Спасибо. Я напоминаю, наши дорогие телезрители, у нас в гостях был председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района Дмитрий Сергеевич Негорожин. Спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok